МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вторник, 17 ноября. И, как всегда в это время, на телеканале РТВ программа Курзонского телевидения «Взгляд из Венсполса. События. Люди. Мнения» в студии Олеся Пшененко. Сегодня в нашей программе мы расскажем вам о том, что Дума Венсполского края реализует проекты по благоустройству поселков. Вы узнаете о том, какой перформанс около концертного зала Латвии на площади Лелайс прошел в воскресенье вечером. Также мы вам расскажем о том, что спортивное управление нашего города приглашает всех желающих, правда, индивидуально, отметить праздник День независимости Латвии по-спортивному, на пробежках и тренировках на свежем воздухе. Эти и другие новости нашего города в сегодняшнем выпуске. Самоуправление Венсполского края, привлекая дополнительное софинансирование, а также вкладывая свои финансовые средства, продолжает развивать инфраструктуру в нескольких поселках края. В конце лета мы уже рассказывали о том, что были завершены работы по благоустройству в Анце. Были открыты футбольное поле, беговые дорожки и прилегающая территория. Завершились строительные работы и в Злэкас. Сад старинного волосного дома реконструировали до неузнаваемости. Теперь местным жителям и приезжим есть где отдохнуть на свежем воздухе. Реализации этого проекта мы ждали долго, с 2014 года, и все это время напоминали в крае, что нам необходимо благоустроить центр. Вначале были мыслью сделать это там, где жилые дома, но в конце концов, собравшись все вместе, и сотрудники, и все те, кого это волновало, мы решили, что благоустроить надо эту территорию и соединить ее с тропой для прогулок, которая у нас есть. Мы вначале создали концепцию, как мы это видим, затем строительный проект и стартовали. У нас исторически так сложилось, что маленькие поселки практически создавались вдоль дороги, и так, что там просто некуда пойти. Я думаю, что Злэкас – это прекрасный пример того, что теперь мамы с колясками могут прогуливаться и не смотреть по сторонам, не едет ли автомобиль. Благоустроенной территории общей площадью примерно 1,7 гектаров. Было установлено освещение, пешеходная дорожка, новая автостоянка, детская площадка с противоударным резиновым покрытием, беседка, которая одновременно является и небольшой сценой. Был построен пешеходный мостик и многое другое. 50 тысяч из европейских фондов в поддержке, а со стороны самоуправления было вложено 180 тысяч, и общая стоимость проекта – больше 200 тысяч евро. Я думаю, что мы достигли хорошего результата, вложив в это средство, и жители Злэкас удовлетворены. В дальнейшем нам надо продолжать работать и думать, где будут располагаться клумбы, где будут яблони, где вишни, а где сливы. Там у нас осталась клумба с розами, и все подготовлено. Весной будем засаживать. В саду были посажены два красных дуба, два клёна и два каштана. Глава администрации Злэкской волости рассказала, что по вечерам в саду собираются и проводят время и дети, и взрослые. По вечерам здесь много детей, по выходным все жители здесь. А те, кто живёт в центре, говорят, «Господи, как же хорошо, у нас в центре теперь так тихо, потому что теперь все находятся здесь». Для проекта были привлечены средства из Европейского сельскохозяйственного фонда. На данный момент благоустроена и обновлена территория в докупе. Строятся уличные тренажёры около нового манежа в уголы. И уже на следующий год будут построены площадки для занятий спортом «Взирас» и «Зурас». Принимая во внимание создавшуюся в стране чрезвычайную ситуацию, торжественного открытия сада не было. Но об этом моменте не собираются забывать. Все надеются, что уже летом ситуация в стране изменится. И одновременно с каким-нибудь праздником в «Злекас» будет торжественно открыт восстановленный сад старого волосного дома. Наступил ноябрь – один из самых тёмных месяцев в году. Пешеходам и велосипедистам в это время необходимо использовать светоотражающие элементы, чтобы автомобилистам было легче их заметить. Пассажирский перевозчик «Венспилсрейс» уже десятый год подряд организует акцию, во время которой при покупке билета на проезд пассажирам вручается и светоотражатель. Это может быть своего рода напоминание, а также общий вклад «Венспилсрейс» в улучшение безопасности передвижения. И в некоторой степени это забота о безопасности водителей автобусов, потому что именно они встречаются с невидимыми пешеходами. И, возможно, мы выполняем и социальную работу, потому что выдаём отражатели пенсионерам. Просто так. Легче работать, да. Именно с теми, кто носит, а не с теми, кто принёс домой и положил на полку. В тёмное время условия вождения затруднены для каждого автомобилиста. Известно, что водитель пешехода без отражателя видит позднее – на расстоянии от 30 до 50 метров, что не всегда достаточно для своевременной остановки. В свою очередь людей, использующих светоотражающие элементы, можно увидеть даже на расстоянии километра, если транспортное средство движется с дальним светом, и примерно на расстоянии 300 метров, если с ближним. Эксперты доказали и проверили, что при использовании дальнего освещения пешехода раньше можно заметить. Особенно, если отражатель помещён на подвижное место, например, на руках или на ногах, а не на груди или на спине. Тогда и с ближним и дальним освещением можно своевременно увидеть невидимых пешеходов. Я заметил, что пока очень мало жителей, использующих светоотражатели. Водителям тоже намного легче увидеть пешехода, если он носит отражатели. Быстро темнеет. Во время сумерек, когда ещё не темно, но уже не светло, даже если около остановки стоит человек, заметен только силуэт. Может, это и не человек вовсе. Поэтому лучше использовать отражатель и на остановке. В прошлом году был случай, когда женщина светоотражатель просто выпрямила и подняла наверх. Очень хорошо её было видно. Сначала я подумал, что это дорожный полицейский, но подъехав ближе, я увидел её. Она вернула браслет обратно на руку и зашла в автобус. Идеально. Очень хорошо заметны жилеты. В городах ещё часто грешат велосипедисты. Передвигаясь в вечернее время, они никак не освещают свои велосипеды. Всё-таки жилеты на первом месте. Или отражатели на руках. Акция «Венспилсрейс» тебя всегда заметит. Главная её целевая аудитория – люди преклонного возраста и дети, так как эти пассажиры составляют наибольшую группу риска. Ежедневно ношение светоотражателей необходимо для безопасности. Здесь речь не идёт о вопросах моды и стиля. Всё чаще в производстве товаров уже используются отражающие элементы. Например, в сумках, куртках, обуви. Я не пользуюсь светоотражателем. Не знаю, почему. Родители тоже не заставляют носить. Но кажется, что на куртке есть светоотражающие элементы. Я считаю, что нужно носить светоотражатели, чтобы тебя можно было заметить ночью, когда едешь на машине. В тёмное время по мере возможности необходимо использовать яркие цвета и светлую одежду, которую легче заметить. Необходимо принять во внимание тот факт, что отражатель не должен быть перекрыт чем-либо, например, сумкой. Лучше, чтобы светоотражатели находились на спине или на головном уборе. Важен и размер светоотражателя – не менее 15 квадратных сантиметров. Отражатель необходимо поместить на той части тела, которая находится ближе к проезжей части. В праздничный для Латвии день 18 ноября произойдут небольшие изменения в движении общественного транспорта «Венспилса». Изменения в движении городского общественного транспорта незначительные. 18 ноября автобусы будут курсировать по субботнему расписанию. Таким образом, в этот день также будет обслуживаться и маршрут номер 23АК улица Целтнеку, Акмензирас. Междугородние автобусы будут курсировать в этот день без изменений. Мы призываем пассажиров быть ответственными и внимательно оценивать необходимость каждой поездки, использовать во время поездки маски и по возможности соблюдать социальную дистанцию. Просьба также не занимать места в непосредственной близости от водителя автобуса. В середине ноября в «Венспилсе» в концертном зале Латвия должен был состояться музыкальный фестиваль «Экстатик Мьюзик Венспилс». Но поскольку в Латвии было введено чрезвычайное положение, ограничения в сфере проведения культурных мероприятий, фестивальные концерты 14 и 15 ноября были отменены. Творческая команда Курзенской филармонии решилась на небольшой эксперимент. Вечером в воскресенье на площади Лилейс состоялся художественно-музыкальный перформанс. Для тех произведений, которые звучали на площади Лилейс, была написана символичная, я бы сказал, аскетичная и минималистическая световая партитура. На большой сцене концертного зала звучал академический хор Латвии и специально для этого фестиваля был создан «Экстатик Ансамбль». Этот музыкальный перформанс, по словам художественного руководителя концертного зала Латвия, был, скажем так, символическим жестом со стороны работников культуры, артистов, музыкантов, что даже в то время, когда вступили в силу запреты на проведение всех культурных мероприятий, искусство живо, оно развивается, выбирает новые формы и пути, чтобы в конечном итоге дойти до своего зрителя. В этот вечер на площади Лилейс прозвучало произведение известного американского композитора Сары Киркланд Снайдер «Месса для исчезающих». Это не борьба, обращенная к Богу. Это молитва высшим силам. Молитва о живой природе, в которой нет людей. Это и о флоре, и о фауне, и о насекомых, о той части нашей биосферы, у которой нет возможности защитить себя. И поэтому, возможно, у этого материала и текста такое несколько экологическое звучание. По словам Мика Магуниса, это произведение как никогда актуально сейчас. Оно символизирует то, что происходит в мире на данный момент. И, возможно, мы являемся свидетелями того, что природа сейчас восстала против человека и пытается изменить ход развития нашей цивилизации. Это «Месса» – обращение к нам, к людям. Это ее жалоба и просьба. И этот перформанс также был попыткой привлечь наше внимание к проблемам экологии. Микс Магуни надеется, что 6 декабря ограничения на посещение концертов и спектаклей будут сняты. Ситуация в стране улучшится, и зрители вновь заполнят концертный зал «Латвия». Прежде чем попрощаться с вами до четверга, я бы хотела от всей творческой команды Курзомского телевидения, выпускающей новости на русском языке на телеканале РТВ, поздравить живущих в нашей стране людей с праздником – с Днем провозглашения независимости Латвии. Страна – это люди, которые в ней живут. Это дети, которые будут строить ее будущее. Здоровья, счастья, любви вам, вашим детям и нашей Латвии. 18 ноября Венспилское управление спорта приглашает каждого венспилсчанина по-спортивному отметить 102-ю годовщину со дня провозглашения независимости Латвийской Республики. Это может быть и индивидуальная пробежка, прогулка, поездка на велосипеде или же занятие каким-то другим видом спорта. Каждый, кто в этом примет участие, должен выбрать свою дистанцию. По окончании этого индивидуального спортивного праздника фото и видео того, как он проходил, можно присылать на электронную почту Венспилского спортивного управления спорта Parvalde at Venspils.lv или же по WhatsApp. Также всех призывают делиться фото и видео материалами о том, кто, где и как по-спортивному отметил государственный праздник в социальных сетях Facebook и Instagram.